если по центральной улице выйти из совхоза россия дойти до первого перекрестка на противоположной стороне мы увидим вот такие вот красивые ворота сейчас пойдем посмотрим что там а находится за этими красивыми воротами орнитологический парк так что давайте прогуляемся вместе с нами по его дорожкам а те кто досмотрит мои видео до конца увидит кто по ночам хозяйничает в этом парке привет прогулки и так прям с первой лавочки открывается отличный вид на кварталы для отдыхающих барстные сезоны бридж и если посмотреть чуть левее то прекрасно видны абхазские горы в облаках заснеженных вершин вроде нет только облака горах бамбуковые заросли и пруд на пруду пока никого не видно но он длинный идет по всей территории может где нить в теньке и прячутся водоплавающие зря осетовал на отсутствие животных и правда вот удирает лебедь их спрятался идем вдоль берега пруда попадаем на площадочку с вольером вот первый признак орнитологии это у нас уточки мандаринка отряд гусеобразных семейства утиные небольшая утка и масса 400 700 грамм и самое интересное что внутри вольера для них стоят скворечники на которых они сидят сверху интересные утки живущие в скворечниках кстати все промаркированы на лапках бирочки на следующей вольерной площадке нас радует не только вольер с птичками но и вот такая красивая клумбочка сейчас я ее крупным планом покажу ну вокруг наши родные бархатцы в средине юка наверно хотя не знаю как это называется а нет юка это вот это вот вот это вот зеленая а это у нас агава голубая голубая агава две голубых агавы в центре клумбы вот такая вот клумбочка у нас ой красота какая это у нас фазаны ну у Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь позвольте мне немного отвлечься от птиц и показать, какие растения растут в этом парке. Ну и первое встреченное нами растение с табличкой. Достаточно интересное название. А это полевой клен. Видите, какие мелкие-мелкие листики, но очень похожие на клен. Ни с кем не спутаешь. И самое главное, семена. Огромное количество семян, которые ни с кем не спутаешь. А вот этот красавец тоже, как у клена, с резными листьями. Увы, к клену не имеет никакого отношения. Вот он как называется. Вот их здесь целая полянка. Близко не подойду. Газон. Смотрите, какой интересный клен. С двусторонними листьями. Очень интересно наблюдать его на ветру. С одной стороны серебристый листочек, с другой зеленый. Ну и раз мы все равно идем мимо, расскажу вам про два вида эвкалиптов. Вот это так называемый серебристый эвкалипт. Эвкалипт Ганна называется. Вот его данные. Вот смотрите, какие у него листики. Кругленькие. Немножко похожи на листья акации. Вот еще раз золотистый эвкалипт. А вот обыкновенный эвкалипт. Который мы покупаем в вениках. Вокруг площадки для варьера стоят лавочки. Можно отдохнуть. Ну и сами видите. Популярные здесь эвкалипты. С облезающие с шкурой. И пальмы. Финиковая пальма похожа. Сейчас посмотрим, что за финики на ней. Вот такие вот финики. Красивые кустики такие. А под кустиками у нас... Ой! Ты кто, зверь? Зайка? Два зайки. Два зайки даже, да? Класс! А это рядок шелковиц у нас. Шелковица белая. Крупнолистная. Целая аллея шелковицы. Дорожка с двух сторон осажена. Но ягодки вон только наверху остались. Все видно съели. Вот ягодки красненькие. Ну вот, среди голубей появились более крупные птицы. Вместе с голубями вышли покормиться. Лебеди. Или это гуси такие. Ух ты, какие здоровые. Это все-таки, наверное, гуси. Да, больше похоже на гусей, а не на лебедей. Привет. Ну, привет, гуси. Ох, какой еще. Ягодки. 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 Ну, вот, сюда мы не разу. Ягодки. Идем. И по этой дороге берем в Курске. В Курске, через скрыт. То есть, мы там все люди на право едутся. А если пошли... Сюда. Да. Сюда. Сюда. Вот это, похоже, лебедь. Вот это вот. А остальное мелкое, это гуси, наверное, все-таки. Вон их там, вдали дети кормят. Их очень много. Гуси здесь. Вот этот вольер интересный. На крыше сидят голуби. Ждут, когда кормежка начнется. А в вольере волнистые попугайчики. Сейчас мы послушаем их и поговорим с ними. Волнистые попугайчики. Смотрите. Да. Смотрите. Её location-листые попугайцы. Смотрите. Мама, смотри. уходим мы с лебединой олейки прощаемся с утками и гусями идем дальше тутовник здесь посажен по кругу но до ягод уже не добраться все оборвано только на вершине остались здесь вот кругом идут финиковые пальмы здесь фиников правда нет они вон только в зародышах вот а это юга что расцвела ой красота какая какие а я здесь какая красота вот молоденькие в целый выводок мама отгоняет голубей а я это кто прибежит кролик прибежал к нам а черненький спрятался а вон утятки какие маленькие раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять девять штук утка охраняет птенцов ну детей задавить и кобелицы там кусок хлеба лежит за мамой побежали все смотри как все цепочкой вон 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 по стопсу здесь же более красиво но теперь как я обещал я покажу вам ночных хозяев парка гуляя ночью по парку самое главное не рваться на страшного зверя который здесь по тропинкам бродит улепятывай ты куда бежишь друг так наш друг и не хочет нас покидать он бежит впереди по дорожке ну что ушастый пойдешь с нами за морковкой или как маленький зайчонок не боится подпускать даже к себе красивый серенький поезд и целый здоровый закон с кроликами вон они там по всему загону лежат беленькие серенькие всякие с домиками так что когда настает ночь и птицы засыпают полномластными хозяевами парка становятся эти милые пушистые зверьки с длинными ушами не забудьте подписаться иногда выкладывают что то интересное всего доброго спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание